Если я хочу больше кликов, Фейсбук говорит выберите инструмент трафик. Если я хочу больше конверсий, есть инструмент conversion. Если я хочу просмотр видео, он есть инструмент video views. Мы имеем какой-то продукт, мы показав его раз, мы ничего не изменим в сознании человека. Мы должны как бы второй раз, третий раз. Меня зовут Дмитрий Ревенко, я SMM-менеджер в газете SP. Я занимаюсь распространением информации в социальных сетях и общением с людьми. Меня зовут Дима Горташ, я занимаюсь SEO-аналитикой с сайта ESP.md, SEO-продвижением и аналитикой рекламы. Иногда помогаю Дмитрию с СММ. Вот уже на протяжении двух недель мы сотрудничаем благодаря проекту Интернеюз. За время нашего сотрудничества мы лучше поняли, как работает аналитика, Google Аналитика, Google Tag Manager, Яндекс Метрика, как работает Pixel и вообще, как работает реклама в Интернете. Дмитрий нам рассказал, как оптимизировать работу Facebook и Instagram, для чего нужны в Instagram highlights, как их правильно заполнять, какую информацию туда давать, как сортировать Stories. Также он показал очень удобную, можно назвать, фичу, называется Ring 3, как сортировать ссылки. То есть тоже через одну ссылку давал несколько ссылок. Меня зовут Слава Перунов, я издатель сайта ESP.md и GDTSP. То есть мы подчеркнули очень многое, и очень важно было то, что это было оффлайн, это мы прямо на примере, большим экраном все смотрели, люди пробовали прямо на месте. То есть это был именно настоящий тренинг, а не семинар. И не простая теория голая, а именно практичные занятия. Он хороший спикер, он хорошо отвечает на наши вопросы, разжевывает, если мы не поднимаем. Если надо объяснить второй, третий раз, с чувством юмора, что очень приятно, показывал нам разные примеры и положительные, отрицательные прямо на экране. И нам очень понравилось, я думаю, что мы будем прибегать еще к помощи. Что у нас уже получилось сделать? Мы добавили на сайт Яндекс.Метрику, мы добавили на сайт Яндекс.Пиксель, мы научились им пользоваться, мы научились настраивать таргетированную рекламу в Фейсбуке, поняли, как это применить в наших условиях и как это все поможет продвинуть как просмотрами на нашего сайта, так и улучшить общение с нашими будущими клиентами. Да, еще нам помогли понять, что мы хотим от YouTube, как правильно работать с YouTube. Думаю, некоторые технические вопросы нам подсказали по работе с камерами, с таким оборудованием, со светом, с обстановкой, как следует ее немного изменить. Теперь мы можем оптимизировать все наши средства для того, чтобы использовать их в более правильном направлении. Дмитрий очень хороший спикер, потому что его приятно слушать, ему доверяешь, хочется сразу внедрять те советы, которые он говорит. Причем он говорит очень конкретно и очень хорошо отвечает и разъясняет необходимый материал, а также очень хорошо, конкретно, основательно отвечает на вопросы. Продолжение следует...